Здравствуйте! 2020 год стал, пожалуй, одним из самых непредсказуемых. Пандемия вмешалась и изменила все сферы жизни, в том числе отразилась и на процессах рынка недвижимости. Вопреки ожиданиям, цены на квартиры росли даже в глухой летний период. Спрос был и остается большим, но льготная ипотека не в полной мере оправдала надежды заемщиков. Тенденции и перспективы рынка недвижимости накануне Нового года мы сегодня обсудим с Мариной Ракиной, председателем комитета предпринимательства в строительной сфере Алтайской торгово-промышленной палаты. Здравствуйте, Марина, рада вас видеть. Так вот, сначала экстаз, потом шок. Так охарактеризовали многие ваши коллеги, когда отмечали тот факт, что люди сметают буквально все без торга. А вот какие у вас впечатления от этого года? Год на самом деле удивителен, уникален, замечательен. Мы понимаем, что Алтайский край живой, что есть люди в наших селениях, и что люди хотят покупать квартиры, дома, покупать дачи, земельные участки, хотят строить, делать все, чтобы остаться в Алтайском крае. Ну, наверное, для меня это одно из основных факторов вот этой пандемии и этого, скажем так, ажиотажа, который есть у нас на сегодняшний день. Действительно ажиотаж, да? Вот мы с вами говорили до начала эфира, что этот год, он похож на 2007 год, когда было такое же оживление. Да, это замечательный год, почему? Потому что проснулись, скажем, из спячки по причине, первое, это желание воспользоваться льготной ипотекой по госпрограмме для первичного рынка, второе, это сельская ипотека на 2,7% на строительство и покупку загородного жилья или в сельской местности. Ну и, соответственно, отсюда весь рынок подтянулся. То есть, когда появился активный спрос, соответственно, появились покупатели и смели с рынка все, что было выставлено на тот момент. Соответственно, рынок продавца, который сегодня у нас диктует рынок и, соответственно, поднятие цены с корректировкой, ну, в процентном соотношении, наверное, в 15 ориентировочно среднем по Алтайскому краю. А можно ли действительно назвать 2020 рекордным по числу совершенных сделок на покупке жилья? Мы как раз ведем анализ этому и закончим его вести к декабрю месяцу, к январю месяцу. Поэтому уверена, что точно не хуже, чем какие-то годы, которые были вот такие активные, а может быть, где-то даже лучше. Вопрос в том, что раньше, если вести статистику там 20-25 лет, конечно, в основном мы ввели статистику вторичного рынка. А сейчас новостройки? Я думаю, что сейчас лидерами продаж будут являться новостройки благодаря, во-первых, поддержке государственной, а во-вторых, у нас очень хороший пул клиентов – это по ипотеке льготная Россельхозбанка. Насколько в среднем выросла цена квадратного метра на первичном рынке за этот год, но она наверняка выросла. И стоит ли ждать дальнейшего повышения, а может быть, наоборот, снижения, которое бывает, например, зимой, весной? В разном сегменте она выросла по-разному. Если, опять же, говорить очень среднюю стоимость, то порядка 15% мы увидели от начала года к завершению года стоимость обыкновенной ликвидной квартиры, которую мы всегда ориентируемся по спросу. Это вторичный рынок или новостройки? Вторичный рынок, да. То, что касается первичного рынка, судить крайне сложно. Почему? Потому что на завершении проектов застройщики распродали в первой половине года квартиры, а планировали их продавать на протяжении всего 2020 года. И сейчас они заходят в рынок с новыми проектами. А новые проекты – это всегда другая цена в связи с удорожанием не только себестоимости строительства, но и каких-то других факторов, да, связанных в том числе и со спросом. Но расти будет? А, расти. Ну вот новые проекты наверняка, это будет дороже? Это уже дороже. Новые проекты – это уже дороже. Каждый последующий, да, дороже предыдущего. Расти будет ровно до тех пор, пока будет спрос на рынке сохранен. Как только будет отток спроса, скорее всего, вероятность стагнации цены – это первая реакция рынка, а второе – это уже какая-то корректировка. Но корректировка будет дифференцированная. То есть на объекты, которые достаточно сложно продавать в связи с тем, что там большая площадь или какая-то там креативная планировка или еще что-то, по ним будет откат по снижению цены, а квартиры очень ликвидные, на них сохранится как минимум стоимость. И тогда застройщик выровняет свою маржинальность благодаря такому дифференцированному подходу. Расскажите о новых ипотечных программах этого года. Насколько они оправдали себя, на ваш взгляд? Вот вы уже сказали о льготной ипотеке под 6%, сельская ипотека оправдали ли? Можно ли делать уже сейчас какие-то выводы? Конечно, можно. Это очень хорошие продукты, которые, во-первых, беспрецедентны. То, что касается сельской ипотеки и очень вовремя зашедшей по льготной ипотеке господдержки на первичный рынок, оправдали они себя тем, что они сняли возражения и страхи у людей, которые в зажатом состоянии находились в период кризиса, кризиса изоляции. И когда мы поняли, что есть возможность, все-таки жизнь продолжается, можно двигаться дальше. Пандемия, именно самоизоляция дала толчок людей покупать дома в пригороде или в каких-то других населенных пунктах сельского назначения. И даже без сельской ипотеки люди покупали дачи, они покупали любое жилье, которое могло бы им принести возможность жить автономно и, скажем так, не соприкасаться с другими. А рынок первичный позволил людям сориентироваться, что можно вложить деньги, как минимум, сохранив, потому что начало года спровоцировало известие о том, что будут начисляться проценты, вернее, налог с процентов депозитных средств, которые находятся в банках. И плюс некое ослабление рубля тоже заставило людей перекладывать деньги, потому что определенная инфляция все равно присутствует. Присутствует в том, что один продукт стоил в апреле месяце одну стоимость, сегодня этот же продукт стоит другую стоимость повышения. Люди это чувствуют и поэтому, конечно, стараются сохранить свои деньги. Ну и знаем, что льготную ипотеку 6% продлили до середины следующего года, как минимум. Как вы считаете, в следующем году спрос на нее будет столь же высок, как и в этом? Мы очень надеемся, потому что сейчас ситуация такая необычная случилась для нашего города и в том, что у нас осталось небольшое количество объектов недвижимости на первичном рынке, которые можно купить. Вот, кстати, хватит ли этих объектов недвижимости под эту льготную ипотеку? Хватит, однозначно. Почему? Потому что застройщики – это такая машина, когда что-то заканчивается, они следующий продукт выдают на рынок. Но так случилось, что застройщик предполагал, еще раз напомню, продать объекты до конца года и снова в новом году выйти с новыми объектами. То сейчас он там в срочном порядке доготавливает документы, чтобы выйти в продажу. И в связи с тем, что мы знаем точно, что несколько жилых комплексов в новом году стартуют, то точно до конца середины 2021 года этих жилых комплексов нашим клиентам, нашим заемщикам хватит. Ну, хорошо. Я даже за них рада. А на что могут рассчитывать люди, желающие взять ипотеку и приобрести жилье в сельской местности, опять же? Ну, дальше, в следующем году уже. Ну, на что они могут рассчитывать? Во-первых, это очень хорошая программа, связанная с тем, что он может купить готовое жилье, не только жилой дом с земельным участком, но и квартиру. В многоквартирном доме до пяти этажей корректировка была внесена буквально на днях. А единственное условие, которое такое для людей, это быть прописанным в будущем в этом объекте недвижимости, потому что программа направлена на жителей все-таки села. Это один момент. И второй момент, как сегодня нам рассказал Николай, начальник отдела по ипотеке Росельхозбанка, он сказал о том, что идет программа перезагрузки на строительство жилого дома. То есть я могу не просто купить себе готовый дом, а могу купить земельный участок и построить тот дом мечты, который я хотела бы. В том районе, откуда я, например, родом выросла и хочу вернуться туда для своей пенсии. А станет ли сельская программа, по-вашему, более доступной для заемщиков? Вот было много нареканий с точки зрения сбора пакета документов для банка, выбора жилья, кредит только на готовые, а не на строящиеся. Ну, это на самом деле, понимаете, как ситуация следующая. То есть там на селе у нас, к сожалению, очень мало развит именно строительный бизнес, малоэтажный. И слабо развит строительный бизнес, многоэтажный, ну, опять же, там, пятиэтажей. То есть все долевки строятся у нас в городе Барнауле в основном, да, или там, в городе Бийске. А поэтому жалуются именно те, которые хотят где-то в пригороде купить жилье и не могут себе там найти подходящий вариант. Это один момент. Второй момент. Действительно, у нас мы столкнулись с тем, что одобренный клиент, а одобрение происходит заемщик самого очень быстро по определенному стандартному пакету документов. Тут вообще нареканий вопросов к Россельхозбанку нету. А дальше начинаются вопросы, связанные с поиском готового жилья. Первое, что мы увидели, это, конечно, продавцы от ажиотажного спроса стали поднимать стоимость. Если он год назад продавал дом за миллион, сейчас он его продает за полтора. А второй момент, что необходим пакет документов. А пакеты документов на селе довольно, там, скажем, часто не оформляют до конца или каким-то еще образом. Вот есть у него договор купли-продажи до 98-го года, не внесенный записью в ЕГРН. И вот он живет себе спокойно, это его право, никто его не оспаривает, все хорошо. Но для банка этот документ не подходит. Или, например, у него земля, у которой нету координированных границ. Эти все моменты заставляют продавца делать какие-то действия, чтобы подготовить документы к продаже. Ну вот в этом, наверное, мы сталкиваемся, но я уверена, что это вопрос... Но это не очень какая-то большая проблема. Это вообще не проблема, это вопрос только какого-то времени и немножко там затрат по Росреестру, по госпошлине. Ну мы уже, по-моему, немножко сказали о том, что пандемия повлияла на то, что все больше людей хочет жить за городом. Как вы считаете, такая тенденция продолжится, и вот она вообще реально в нашем крае есть? Она у нас была всегда. Помните, если момент, когда первая, наверное, такая активная вот эта вот спрос возник, когда было землетрясение. А, ну да. И у нас отголоски этого землетрясения были, я помню... Не будем жить в многоэтаж, когда поедем, поедем на землю. Тогда Фирсова-Слобода очень активно скупалась именно потому, что люди решили строить дома. Потом из-за сложности оформления кредитов на покупку и на строительство дома, из-за строительства или непродуманности, как я буду строить дом, построим материалом, многие-многие-многие забросили строительство вот этих квартир, домов на земле и, скажем так, вернулись в обычный образ жизни. Сейчас эта волна подогрела, да, и мы видим, что покупателям, портрет покупателей, это молодые семьи, это люди, которые хотят не просто вести там какое-то личное подсобное хозяйство, а дачу они приобретают, чтобы проводить выходные дни. Потому что, ну, если так быть честными и откровенными, ну, а где провести выходной день с ребенком? У нас пляжей, как такового, нету, набережных, как таковых, вот, в которых можно провести много часов по времени, нету. Ну, и тем более в пандемию, когда там закрыто, там закрыто и там закрыто, а вот у тебя твоя дача, да, как бы ты отдыхаешь уже на своем участке. Да, поэтому это очень спровоцировало, и я уверена, что этот спрос продолжится. И все больше людей захотят жить все-таки за городом, да? Иметь второе жилье дополнительное для того, чтобы там проводить какое-то время. Поняла. И давайте вот еще обсудим такие отдаленные перспективы. Опять же, мы начинали с вами говорить до начала эфира, что застройщики у нас утверждают, через два года, ну, может быть, через четыре года не останется у нас свободных для застройки земель. И даже при корректировке генплана города проблема комплексно не решить. Как это отразится на рынке недвижимости нашей города Барнаула? Ну, я уверена, что в любом тупике есть какой-то туннель и свет в конце туннеля, все равно можно найти выход из ситуации. Если рассматривать глобально эту задачу, да, то я уверена, что промзоны, которые у нас не используются на сегодняшний день как вредное производство, а стоят просто, сдаются в аренду складские помещения в пустом таком формате, можно, в принципе, передать застройщикам, и застройщики могут начать реализовывать этот проект, видимо, строительство многоквартирных домов. Вторая часть – это расселение аварийного и ветхого жилья, где готовится программа, и она уже начала работу свою в каком-то части, там только нужно юридически закрепить законодательные какие-то нормативы. Ну и третья – это расселение частного сектора, который уже, скажем так, не актуален на сегодняшний день по многим своим вопросам. И самый главный вопрос – даже узкие улицы между этими домами, густонаселенность на каком-то квартальчике, это пожароопасность, это в любом случае определенные риски для того же города. Поэтому в этом направлении, я думаю, что застройщики будут работать очень активно и продуктивно, ну вот в ближайшие 2-3 года приступят к этому проекту. Ну то есть не будет у нас такого, что купить-то нечего, и деньги есть, а через 2-4 года все, земель нет, и купить людям, собственно, получается, недвижимость невозможно. Москва нашла выход, они расселяют хрущевки в центре Москвы, поэтому думаю, что что-то все равно придумается. Спасибо вам большое. Я напомню, что сегодня мы говорили с Мариной Ракиной, председателем комитета предпринимательства в строительной сфере Алтайской торгово-промышленной палаты.